У нас маленькие перемены. Надо будет переезжать на другую базу. Ждем, пока свет подключат на новой базе. Приобрели еще один Mercedes Vita 138. Все тоже работает. Спидометр не работает. И тахометр. Видите, запал. Ну что, попробуем завести его. Ребята, давно не было выпуска. Всем приветствую на моем канале Геллах Латыш. Ну что, сегодня рабочий день. Поедем на работу. У нас маленькие перемены. Надо будет переезжать на другую базу. Готовимся сейчас. Будем скоро переезжать. Готовимся. Ждем, пока свет подключат на новой базе. Сделаю обзор на новую базу. А сейчас поем на старую. Погнали. Что ты разгавкался, а? Что разгавкался? Скоро поедешь на новую базу. Фу, 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 фу. Я тебя сейчас проигнал. На. Где твоя игрушка? Давай. Что, ребятки, будем переезжать? Сейчас собираемся, Сергей Алексеевич. Разбирай всякие детальки. Оракул почти готов к переезду. Да, Оракул? Разобрали навесы. Все полностью. Сейчас ждем на новой базе, когда нам свет подключат. И будем потихонечку мелочевку перевозить. Ну, а потом основной наймем трактор. Сегодня звонил. Знакомый мой. Раньше с ним работал. И как раз поедем. Планировочку сделаем трактором. Сегодня поедут ребятки. Там ветки еще попали. Заросла, конечно, база. Блин, офигенно, конечно. База большая. Вот так у нас рабочий день начинается. Почти машины все на выезде. Половину машин перегнали туда. Что хорошо, плюс там есть боксы и смотровые ямы. Ну, я думаю, приведем в порядок ямы смотровые. Сделаем свет, чтобы можно было ремонтироваться зимой и летом. Ну, круглый год. Доведем все до ума, чтобы все было капитально. Может, что-то побелим, покрасим, чтобы можно было масло тоже менять. И все такое мелочевка ремонтироваться. Ну, так, на этой базе мы простояли год. Конечно, надоело переезжать. Только переедешь, облагоустроишь территорию. Год проходит или два. Одинодатель тебя просит уехать. Конечно, это очень плохо. Привыкаешь. Люди привыкают приходить на работу на одно и то же место. Сейчас приходится переезжать. Придется людям на новом месяце добираться как-то. Ну, я думаю, первый месяц-два попривыкают и все будет нормально. Хотел немножко рассказать. Приобрели еще один Mercedes Vita. 138. Сейчас-то его отремонтировал, поставил на учет. Поставил новые фары. Поменял задние. Стойки стабилизатора поменяли. Потом сделал ходовочку немножко, там перебрал. Задний подшипник ступичный, правой стороны, здесь вот поменял. Мастер говорит, я когда гнал его, говорю, блин, трясет машина вообще капец. Он говорит, надо посмотреть, я говорю, посмотри, пожалуйста. Он посмотрел, говорит, там резина шишковатая вся. Заказал резину, сегодня должна резина прийти. Сэшку заказал. Бридштон летний. И литые диски на него. Давайте выкинем резину так радиантно. Нужно кривая вся. А еще, знаете, что мне понравилось? Вот такая дверь, видите, она вся побитая. Побитая вот дверь вся ржавая. Видите? О, ходит. Купил я в Краснодаре дверь на разборке. Должны сегодня привезти ее. Жду. Не в цвете. Буду перекрашивать полностью. Если сегодня придет, дверь сразу отвезу мастерам. Нашел мастеров там за десятку. Одни красят. А другие за 13. О, а это сидение. Ребятки, это сидение. С X5 я купил. Недавно приобрел. Один знакомый нашел объявление в Авито. Говорит, не хочешь приобрести с X5 53 кузова? Электро все работает, снято. Видите? Готовится. Будут вставить ее в дастер сидушки. Ну, перешьем в салон. Конечно, переднее сидение. Сзади перешьем диванчик. И поставим сидушки полностью в дастера. Видно, что хозяин за ним следил. Даже вот эти плашечки даже есть. Чтоб не побило. Полы горит немножко. Надо будет прикрутить их полы. Уж салом горит, я на масло горит здесь. Тоже вот человек заморочился, да? Как бы сказать. Поставил переднее сидение. Не знаю, с какой-то, с какой-то иномарки. Не знаю, пишите в комментариях, что за сидение, если знакомого. Сникер с какой-то японца. Джипаря. Все тоже работает. Очень удобно. Ну, а такой диванчик, в принципе, родной остался. Ничего, так, состояние. Какая-то вебаста цвит, я так и не понял. Надо разбираться. Ну, говорит, не работает. Раньше, говорит, работал. Время придет. А еще, знаете, что-нибудь, коврики купил. Тоже мерседесовские положил. Все работает, в принципе. Стрелки. Работает. Потом работает температура. Спидометр не работает. И тахометр. Видите, запал. Ну, что, попробуем завести его. Не знаю, реле свечи накален не поменял. Свечи поменял, не знаю. Или ток не идет, или что-то приборка. Ну, бывает, потом какое-то время пропадает. Ну, зима покажет, в принципе. Если нет, значит, это реле. Сход-развал сделал. Ролики поменял ему. Термостат. Все такое. Ремни все, привода поменял. А так все работает. Все четко. Заводится. Мягко едет. Это Vita 110, не 108. У меня это 108, это 110. В принципе, разницы там никакой нет. Видите, одинаково, только лошадиный силы больше. Осталось приборку. Договорился. Может, понедельник погоним отремонтируют приборку в Москве. Приборками занимаются. Ну, и как раз и дверь поменяем, и все. И будем у КБшки такие буровые станки. Покрасили, ребята, помыли, приготовили. Так, побыло на базе немного. Все разъехались на новую базу. Сейчас поеду в лабораторию. Посмотрим, что там, как дела в лаборатории. Заодно, муж на мойку заеду, сполоскнусь. Да, стера, помыть. Бабаюшки. Бабаюшка. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Как дела? Нормально. Что, снимаешь? Да. Ты нашел телефон? Нет. Не нашел, да? И не привезли тебе, да? Ничего. Нет, нет. Не взяли. Не взяли, да? О, шапка гонок. Да. У меня тоже сидят одежды. Давай, одень. Давай, больше сейчас. А ну-ка, бабаюшка, покажи подписчикам, кому-то кемку подарил. Бабаюшка, ну ты расстроился, да? Телефон потерял, да? Не, задний не надо. Передний только. Да, да. Что, поедете телефон покупать? Да, да, поедете, да. Теледва, оказывается, это, аксель. Теледва. Теледва? Да. Посмотри, нормальный серовес этот ходет. Новый, да? Новый. Ребятки, предыстория бабаюшки. Телефон потерял, мы в машину и выпал телефон. Айфон пятый. И вот все ждал, ждал, что когда приедет тетя к нему, может, привезет телефон. И я звонил, Суфарас, и писал на телеграмму, никто не отвечает. Ну, говорит, он заблокирован, говорит, под кодом. Расстроился, говорит, лишние затраты, говорит, они не нужны. Бабаюшка, нет проблем, поехали, я тебе куплю, тебе любой телефон. Айфон станет, да, уже станет. Бабаюшке нравятся айфоны, сказал. Лучше айфонов ничего нету, да, Сабилька? Ну что, ребятки, позвонил доставщик, сейчас резину нам везет. Поедем на базе, ее встретим для Мерседеса. И как раз диски попробую на шиномонтаж съездить, переобуться заодно. Бридштон, да, Сэшка? 195, Сэшка. На 70, да, Сэшка. Так, сюда. Акуна года. Не древняя. Да не должна вроде. 19-й. О, 19-й. Свежак, да? Третья неделя, 19-й. Диски, да, два штуки, да? Ну, их четыре, да. Четыре. Ну, что? Ну, как так будет? Ну, попробуйте одну гаечку накинуть. Аккуратно сделаем. Так. Тебе болты будут подлиннее? Подлиннее болты надо будет, да? А, что-то сможет, сможет, да. Тожди. Он заходит буквально. Все, уже в упор встает. Ну, сколько пистолетов, что-то, натяну. Аборот хорошенький. А так, это не суппорт, ничего, да? Нет, суппорт нормально. Проходит. Проходит, да? Да. Два оборот получаются. Что, за болтами ехать, да? Да. Ну, что, ребятки, купили мы болты, которые на штамп поставят в дисках, они не подходят на литию. На литию, слава богу, подошел. Взял болты. Сейчас заедем на шиномонтаж. Покинем литые диски. Накачаем колеса, сбалансируем. Не, не, блин, а? О, резину. Диски мерили подходят. И резину. Зато, можно, они вибрировали, да? Да, что, переобул. Витом получается. А та резина, диски, непонятно, с какой-то машины, они телепаются. Наступится. Выкинем, наверное, их новый, купим диски и зимний резин. Ну, это ближе будет, наверное, кусь. А может, сейчас купим, посмотрим. Осталось только дверь получить, покрасить, поставить. И все. И приборку сделать. Продолжение следует.